Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. У нас сегодня с вами KFC Mukbang. Как всегда, я взяла вкуснейшие крылышки, взяла деревенскую картошку, десерт и твистер. И все это мы быстренько схомячим с соусом барбекю. Вот здесь он у меня. Я его покупала отдельно в такой упаковке от Heinz. Он очень вкусный. И давайте приступим. Вчера я себя плохо чувствовала, поэтому ничего снять так и не смогла. Я ходила на лазерную эпиляцию и так получилось, что немного приболело. Когда вы идете на лазерную эпиляцию, в процессе работы аппарата очень сильно жжет. И поэтому включается кондиционер на очень мощные скорости. И получается я делала все тело, лежала полуголая, точнее голая. И мы проводили эту процедуру. Когда я вышла, я вроде ничего не почувствовала, что я заболела. Пришла домой, у меня чуть-чуть начала болеть голова. Поднялась температура. И как вы думаете, реакция бабушки? Бабушка сказала сразу, корона, корона. Но я сразу поняла, где именно я приболела. Вчера еще должна была к стоматологу пойти. Пришлось отменить, потому что плохо себя чувствовала. Вы знаете, когда вы болеете, лучше сразу вылечиться. То есть сразу, как только вы почувствовали симптомы болезни, сразу предпринять какие-то меры. Чтобы не было осложнений. Сегодня уже я себя чувствую прям как огурчик. Как свежий деревенский огурчик. Какие стрипсы вкусные. Давайте сегодня поотвечаем на вопросы. Я специально отобрала интересные, на которые я еще не отвечала. Вы тоже, когда задаете вопросы, вот под этим видео, например, кому не трудно, позадавайте вопросы, которые ранее не обсуждались. А то я во всех видео почти одно и то же говорю. Я жду ваши вопросы под этим видео. Если вопрос вам тоже интересен, то обязательно залайкайте его, чтобы я знала. Челюканова Надежда задает вопрос. Встречались ли на твоем пути альфонсы? И было ли такое, что они тебя разводили на деньги? Буквально позавчера смотрела передачу, и там девушку просто развели на 5 миллионов. Мне, с одной стороны, искренне просто, на самом деле, искренне жаль девушку, что с ней произошло такое. Но мне кажется, в какой-то степени нужно иметь и свою голову на плечах тоже. 5 миллионов – это огромная сумма. В моей жизни, к счастью, такого не было. У моей лучшей подруги был случай. Сейчас они, правда, переехали уже в Грузию. Мы как-то с ней уже перестали общаться. Не было никакой ссоры, просто она переехала. Сначала я потеряла ее в соцсетях. Оказывается, она удалилась. Ну, в общем, суть не в этом. Она работала в организации, которая не предоставляла еду. То есть обед ты должен был приносить с собой. И каждый раз на обед она шла в супермаркет, который находился рядом с ее работой. То она с собой что-то приносила, то в этот базар-стор каждый раз заходила. И в тот же момент, когда она заходила, она встречала там администратора. И он ей понравился. Что там, слово за слово. Один раз там, два раза, потом обменялись номером. Начали общаться, встречаться. Парень был очень симпатичный. Вроде зарплата неплохая. Там у него около 60 тысяч была зарплата. И она такая радостная была. Говорил, вот Айка, наконец-то я встретила свою судьбу. Как хорошо, что это произошло. И все дела. Первые звоночки пришли, когда каждый раз они идут, например, у них свидание. он ее не зовет ни в какой ресторан, не зовет посмотреть какой-то фильм, а просто чисто каждый раз у них там погулять в парке. Потом прошло где-то, наверное, месяц с момента их общения. И он говорит, ты мне можешь дать 500 монат, это где-то 22 тысячи рублей в долг. у меня проблемы со здоровьем у мамы и срочно нужна операция. И она не дала. Она даже посоветовалась со мной, я сказала, что неужели у него нету никакого друга, у него есть официальная работа, он может пойти в банк и взять кредит, например. Если вы вместе, например, уже пару лет, я не вижу ничего зазорного помочь парню. Но если вы месяц друг друга знаете, он сразу уже тебе может сказать, что дай мне в долг, это уже такой звоночек. И она не дала. Не дала, но парень ей очень понравился. Каждый раз, когда она, например, себе что-то готовила на работу, она готовила в двух порциях, в двух таких органайзерах и относила и ему, и себе. Он сразу начал говорить про свадьбу, про будущее, что вот я к тебе настроен серьезно, то есть я хочу семью. Она хотела показать себя со стороны такой хозяйки, что она такая молодец и все дела. И вроде как в начале все было хорошо. Он особо скандалов не устраивал, поводов для ревности не давал, даже дал пароли от своих соцсетей, она тоже такая радостная, вау, как хорошо, наконец-то. Единственное, в этот момент с мамой немножко ее насторожил, что он именно у нее попросил деньги. Потом он начал углубляться в тему свадьбы, в дальнейшей жизни и постоянно делал акцент на том, что он не хочет жить с родителями. У него есть родители, но он считает, что молодые должны жить отдельно. Моя подруга подумала, я как раз тоже так же считаю, зачем жить вместе, если можно жить отдельно. и как-то моя подруга проболзалась, что у нее есть деньги. Она такой человек, она все отложит. Каждый месяц обязательно тысяч пять она обязательно откладывала, вот всегда, просто такой человек. И она как-то ему проболтала, что вот я уже сколько время откладываю, и у меня уже есть пять тысяч. Пять или семь тысяч у нее было, точно не помню. Я рассказала ему об этом как-то за разговором. Уже вроде наладилось, они два-три раза там в ресторанчике ходили. Ну, со здоровьем мамы у кого не бывает, попросил денежку, ничем, было и было, забылось. И она рассказывает о том, что она копит на машину, в принципе, не очень дорогую, и какая-то энная сумма у нее есть, ну, тысяч двести так получается, где-то двести пятьдесят. Проходит неделя, и он и заявляет. Ты знаешь, я думаю, что мы взрослые люди, вот эти встречалки мне за всю жизнь уже поднадоели. я считаю, я считаю, что нам пора выходить на новый уровень, пора жениться, но вместо кольцом и предложением он предложил ей такой вариант. Он говорит, что я хочу взять квартиру в ипотеку, но для этого нужен первоначальный взнос. определенная сумма у меня есть, но немного не хватает. у тебя же все равно дома деньги есть, просто так лежат. Я тебе потом потихоньку эти деньги буду возвращать. Она посоветовалась со мной, мне мама всегда говорит, не лезь, но я ей сказала, что ты знаешь человека полтора месяца. Давать такую крупную сумму без расписок, без, не знаю, юриста, а вдруг он тебе потом не отдаст. Где гарантия, что он отдаст? Она ему отказала. Она объяснила это тем, что деньги находятся у мамы, то есть она копит, а мама для нее откладывает, и она просто не может без причины прийти домой и сказать, слушай, дай мои деньги, я не знаю, даю их в долг. И после этой темы он начал очень холодно с ней разговаривать, там WhatsApp в онлайне не отвечает и все дела. села. А потом, в один из дней он позвал ее на разговор. сели сели в кафе и он объяснил, что ему нужна женщина, которая будет для него поддержка. в трудную в трудную минуту с мамой ты мне не помогла. Затем вот ситуация с жильем. Опять ты мне не помогаешь. Тут, знаете, уже стоял такой вопрос, что если ты мне не поможешь, мы с тобой расстанемся. тут такой вариант, это же на наше будущее. То есть получается на наше будущее только я должен стараться. Гнилая картошка. Смотрела влог одной девочки и она там разделывала яблоко. И там у яблока она так сердцевину вынула. Просто пол яблока не было. У меня чуть-чуть инфаркт не стукнуло. Я не люблю так. Но сейчас не об этом. В общем, моя подруга сказала, что ну не могу я материально тебе помочь. Считай, что у меня нету этих денег. Потому что не будем с тобой общаться. И он такой у тебя же есть эти деньги. Это показатель твоего отношения ко мне. мне нужна женщина, которая будет поддержкой бла-бла-бла-бла-бла. В общем, я так поняла. Суть заключалась в том, что он хотел ее просто обобрать. Потому что без денег ты мне не нужна. Так получается. Я считаю, что это чистой воды Альфонс. По-другому не назвать. Сначала с мамой какие-то проблемы. Потом с квартирой. Вообще с квартирой этот трюк. Я даже в этом в передаче видела. То есть многие так делают. Вроде ты думаешь, что вот он старается для нашего будущего. Он хочет семью, хочет купить квартиру. Ты отдаешь свои денежки, а в конце оказываешься ни с чем. Потом ходи, судись, выясняй. А о чем у меня был такой случай? Давно вам хотела рассказать. У меня была одна крупница, которая встречалась с парнем. Мы не были близкими подругами, но они прям были парой. И в общем, я смотрю телевизор новости. Вот вы не поверите. Мне кто-то рассказал, я бы в это не поверила. Но я видела это своими глазами. Когда снимают новости, иногда, может, вы замечали, снимать толпу людей. Вот просто поставили камеру, как люди идут отсюда туда, оттуда сюда. и в этой толпе я вижу парня моей подруги, моей одногруппницы с девушкой за ручку, прикиньте. надо было сразу сфотографировать, но я как-то не додумалась, если честно. Я сразу ей звоню, пишу, я говорю, слушай, я его видела с другой девушкой. И она такая, где? Я говорю, по телевизору. И она такая, в смысле? Я говорю, вот так вот в новостях показывают же, как люди туда-сюда ходят. Он там был с девушкой. И она сразу, что-то бред несешь, такого не может быть, и так далее, тыры-пыры. Я говорю, он был в черной футболке с золотистыми надписями. Я описываю в кепке и так далее, вот все как я видела. Она мне не поверила, я даже пожалела, что я ей позвонила и сказала, потому что по итогу я вышла какой-то дурочкой. Я так поняла, что она вообще ему ничего говорить не стала. Проходит где-то два часа. Он выставляет фотографию. То есть я его видела на торговой. И получается он выставляет фотографию в ресторане около торгового. И причем он там в той же футболке, про которую я говорю, с той же кепкой. Он сидит в ресторане и кто-то напротив его фотографирует. она мне перезванивает и говорит слушай Айка, он выставил такую-то фотографию, оказывается ты права. Просто я сама была в шоке от случайности. Как я могла в этот момент, когда показывали по телевизору его, могла посмотреть на экран. Потому что я обычный телек вообще не смотрю. я говорю, давай подождем повтор этих новостей и посмотрим. Повтор мы так и не нашли. Я не понимаю, в чем прикол. потом она как-то спросила его говорит эту фотографию когда ты сделал. Он говорит я неделю назад сделал только сегодня решил выложить. она сказала моя подруга видела тебя на торговые. И он сразу начал оправдываться это моя двоюродная сестра мы просто за ручку ходим и так далее. Просто такое обычно бывает в фильмах в моей жизни такое было впервые. На мой взгляд не стоит просто слепо всем доверять. Лучше перепроверить. На этом все мои хорошие. Всех люблю целую. Пока.